Приветствую! Сегодня я хочу сделать обзор на очередной сайт по заработку в интернете, который утром мне пришел на почту. Здесь нам предлагается зарабатывать от 25 тысяч до 100 тысяч рублей в день на аукционе брошенных сайтов. Давайте зарегистрируемся. Кнопку регистрации вы найдете под данным видео. Регистрация очень простая. Нужно указать ваше имя, ваш логин и ваш пароль. Не менее 6 символов. И указать, что вам есть 18 лет. Нажимаем зарегистрироваться. И мы попадаем, по всей видимости, в личный кабинет. Так вот, здесь есть сайты в наличии. Это, я так понимаю, есть список вот этих самых сайтов с аукциона. Видно, что их активно выкупают пользователи. Значит, у каждого сайта есть цена, различные параметры, адрес сайта, я так понял, зашифрованный год. Видимо, год регистрации сайта. И цена. Видим также вверху два баланса. Первое – это баланс коинов. Судя по всему, для покупки сайтов. Потому что цена на сайт указана в коинах. И второй – баланс в рублях. Это, наверное, для вывода средств. Очевидно, тех, которые мы зарабатываем с купленных нами сайтов. Перед записью данного видео я выяснил, что аукцион брошенных сайтов – это организация, которая продается аукциона сайты, у которых закончился срок действия. Ну, я думаю, что каждый из вас знает, что такое сайт. В принципе, любая страница, которую вы видите в интернете – это страница какого-то сайта. Сайты бывают маленькими, буквально там на одну страницу. Бывают и сотен тысяч страниц, например, поисковая система Яндекс или Гугл, или социальная сеть ВКонтакте, там Одноклассники, ну и многие другие. И каждый сайт имеет определенную ценность. То есть стоимость в денежном выражении. Стоимость каждого сайта зависит, во-первых, от стоимости его создания, потому что даже создание одностраничного качественного сайта стоит от нескольких сотен долларов. Требуется дизайн, копирайтинг, программирование. Все это требует усилий различных специалистов, ну, поэтому так дорого. Также стоимость зависит от популярности сайта. Чем больше пользователей заходит на сайт, тем он ценнее, естественно. Чем старше, чем раньше он создан, тем он ценнее. Чем больше ссылок с других сайтов ссылаются на этот сайт, тем он еще ценнее. Вот, например, рейтинг самых дорогих сайтов из тех, которые существуют сейчас. Десятое место. Самое интересное то, что любой сайт регистрируется не навсегда, а на какой-то период времени. Например, год, или пять, или десять лет. И если к концу срока создатели сайта не продлят его, то сайт становится брошенным. Часто бывает, что компания, сделавшая сайт, обанкротилась, скажем, или просто поменяла направление деятельности. Сайт больше не нужен. В таком случае сайт попадает на данный аукцион, где любой пользователь его может выкупить, либо использовать в личных целях, либо продать заинтересованному покупателю и заработать на разнице между ценой покупки и ценой продажи. Так, появилась новость. В ближайшее время ожидается появление в системе нескольких премиум сайтов. Такой сайт вы сможете продать за гарантированную сумму в 50 тысяч рублей. При появлении такого сайта всем пользователям будет отправлено уведомление. Правда, сайт передается первому пользователю, успевшему его выкупить. Следите за уведомлением вверху страницы. То есть, уведомление возле имени. Слушайте, ну я так понимаю, вот эти уведомления имеются в виду. То есть, если здесь у вас появится единичка красная, то здесь вот будет информация. Премиум сайте и получается по рекомендации системы нужно его выкупить. Так, что тут есть еще? Различные статистические данные. Баланс коина, который мы уже с вами видели. Рядом с балансом кнопка «Вывести». Давайте нажмем ее. Новым пользователям нужно иметь от двух купленных и проданных сайтов. Один сайт вы можете использовать в личных целях. Ну что ж, давайте, видя как другие выкупают, выкупим тоже сайт. Ну, например, самый недорогой. И посмотрим, сколько мы с этого заработаем. Так, открывается такое окно. Нам не хватает 170 коинов для покупки данного сайта. Пополните счет, чтобы продолжить. Ну что ж, давайте пополним. Нажимаем кнопку «Пополнить счет». Открылось окно «Пополнить коины». Значит, здесь мы видим, что пополнение коинов для покупки сайтов осуществляется с помощью специальных кодов. Введите ниже код, если он у вас есть. Если нет, то можно приобрести. Здесь указана стоимость коина, то есть нам нужно 170 коинов. Значит, выбираем код на 170 коинов. По видимости, и сюда, я так думаю, нужно будет его ввести, после чего нажать «Применить код». Давайте я сейчас поставлю видео на паузу, чтобы сэкономить время, и попробую оплатить код. Ну и потом скажу, что из этого получилось. Итак, вот я только что завершил оплату кода. Я попал на эту страницу автоматически, то есть сразу после оплаты. Оплатить тут можно банковской картой или с интернет-кошельков. Я оплачивал картой. Значит, у меня где-то с полминуты висела белая страница, то есть было ожидание оплаты. Ни в коем случае не закрывайте после того, как нажмете «Оплатить». Введите там, когда введете свои платежные данные, не закрывайте страницу, пока вас не перебросит вот сюда. Это может быть там, не знаю, полминуты, может быть даже минуту. В общем, все равно не закрывайте страницу. Значит, приятно, что вот здесь вот пишут, что все вопросы задавайте в техподдержку. Дают контакты техподдержки, почта, скайп, телеграм. Вот мы видим наш код на 170 коинов, как и оплачивали. То есть мы заплатили за этот код, мы его получили. Нажимаем «Вернуться в личный кабинет». И здесь мы сразу видим, что обнаружен неиспользованный код пополнения. Желаете его использовать? Давайте воспользуемся. Нажимаем «Использовать код». Вот, смотрите, здесь он автоматически вставился уже в это поле. Мы тогда нажимаем «Применить код». Отлично, код успешно активирован, ваш баланс пополнен на 170 коинов. То есть сейчас мы получили 170 коинов, и можем смело купить сайт на 170 коинов. Вот, допустим, этот. Нажимаем «Выкупить сайт». И сайт добавился вот сюда. Теперь давайте его продадим. Видим, что цена продажи написана от 400 до 1525 рублей, скорее всего. Нажимаем «Продать». Открывается окно продажи. Нажимаем «Продать сайт». И смотрим. Поиск покупателей. Выборное лучшего предложения. Отлично, успешно продано за 1372 рубля. Мы видим, что на балансе у нас 1372 рубля. И при вложении 170 рублей – это практически восьмикратный заработок. А давайте посмотрим, сможем ли мы вывести эти деньги. Нажимаем «Вывод средств». Здесь вот это сообщение у нас, которое было в самом начале. Ну что же, мы должны иметь минимум два выкупленных и проданных сайта. То есть, один мы уже с вами продали, получается, нам нужен еще один. Что ж, давайте тогда еще раз рискнем. Попробуем еще один сайт выкупить. Давайте на этот раз выкупим самый дорогой сайт. Потому что, в принципе, мы уже заработали с вами 1372 рубля. Значит, а самый дорогой сайт здесь, как я посмотрю, стоит 1230 рублей. Давайте попробуем. Ага, вот его только что выкупили. Надо еще и успеть. Так, нажимаем. Снова не хватает коинов. Тогда нажимаем «Пополнить счет». А давайте я сейчас снова поставлю видео на паузу. Оплачу этот сайт за 1230 коинов. И мы с вами посмотрим, сколько же мы сможем заработать с такого сайта. Итак, точно так же я оплатил код на 1230 коинов. Нажимаем, значит, кнопку «Вернуться в личный кабинет». Снова обнаруживаем неиспользованный код. Нажимаем «Использовать». Нажимаем «Применить». Баланс пополнился на 1320 коинов. Нажимаем «Ок». Выбираем наш сайт. Нажимаем «Выкупить сайт». В личном кабинете сайт у нас уже добавился. Мы видим, значит, что цена его продажи, в отличие от сайта за 170 рублей, там было, по-моему, от 400 до 1500. Цена продажи этого сайта уже составляет от 3700 рублей до 18000 рублей. Это, конечно, очень впечатляет. Я узнал, почему такая разница между ценой покупки и продажи. Потому что покупаете вы у системы, а система не анализирует репутацию этих сайтов, она их просто разделила на несколько категорий. Каждая категория стоит своих денег. Покупатели же, ну, в принципе, они не покупают на этом сайте, они покупают на партнерских сайтах. И они не видят этих цен. Им просто предлагается цена от 3700 до 18000. При продаже просто система выбирает оптимальную цену, которая, в принципе, зачисляется вам на баланс. Ну, давайте мы продадим этот сайт и посмотрим, сколько же будет зачислено в нашем случае. Нажимаем «Продать сайт». Снова идет поиск покупателей. Выбор наилучшего предложения. И мы видим, что сайт успешно продан за 11590 рублей. Теперь у нас на балансе в общей сложности 12962 рубля. Это при вложенных 1230 плюс 170. Это 1400. И смотрите, мы получили, опять-таки, практически 10-кратное увеличение наших средств. Давайте теперь, наконец-таки, выведем заработанные деньги. Я рассчитываю, что никаких проблем с выводом здесь не будет, потому что сайт, вроде бы, внушает доверие. Очень технически навороченные, всякие графики. Я думаю, что лохотронщикам и мошенникам очень дорого и невыгодно копировать такой сайт. Потому что разработка такого сайта стоит несколько тысяч долларов и требует несколько месяцев времени. Я думаю, что никто этим заниматься не будет, чтобы просто так вот обманывать людей. Вы знаете, у меня еще почему такая уверенность? Потому что я сам зарабатываю на похожей схеме. Только не на сайтах, а с китайскими товарами. Ну, то есть я покупаю китайские товары на одном интернет-магазине по 100, 200, 500 рублей. А продаю их через специальную площадку по 1000, по 2000 рублей. И люди покупают точно так же, в принципе, как и здесь. Эта площадка просто позволяет по себестоимости купить брошенные сайты и продать их, естественно, другим людям за большие деньги с наценкой. Так, ну, мы выполнили требуемые условия для вывода. То есть купили и продали два сайта. Поэтому теперь нажимаем «Вывод средств». И действительно показывается окно вывода средств. Можно, значит, вывести на банковскую карту, на электронные кошельки. Я, допустим, выведу на банковскую карту. Значит, указываю свой номер карты и указываю сумму к выводу 12 962 рубля. Нажимаю «Вывод средств». Окно пропало. Так. Ага. Написано, что вывод средств в размере 12 962 рубля успешно произведен на указанные реквизиты. Сейчас я буду снимать свой телефон на камеру, чтобы показать вам, придут деньги или не придут. Потому что я, в принципе, прочитал новость, что тут вот ускоренный вывод средств. Теперь средства на карты и любые интернет-кошельки поступают в течение максимум 5 минут. Ну что ж, посмотрим. Да. Деньги пришли. Классно. Здорово. Если честно, из более чем 50 обзоров, которые на курсе я записал, только 3 оказались рабочими. И вот эта вот третья система. И она мне нравится больше всего. Сейчас я буду ее осваивать. И выжимать из нее буду по максимуму. И вам, в принципе, то же самое советую. Пока проект работает, регистрируйтесь, подключайтесь, зарабатывайте. Пока.